В прошлом видео с покупками я учла ваши пожелания, когда вы сказали мне, что лучше делать чаще и более короткие видео. Я, в принципе, тоже придерживалась той же точки зрения, поэтому я и предложила вам. Потому что у меня создается такое впечатление, что YouTube начинает терять свое изначальное предназначение. Я сама заметила в последнее время, что я зачастую включаю видео и использую его как фон. То есть, когда готовлю, когда занимаюсь, не знаю, маникюром, и в то же время у меня очень много информации проходит мимо ушей, поэтому как-то посмотрел видео, а потом задумываешься, о чем вообще оно было. И, в общем-то, я хочу делать более короткие видео, но такие более сжатые, скажем так. И сегодня будет, надеюсь, одно из них. Мы с вами поговорим о новинках в моей коллекции косметики. Давайте сразу приступать. Первое, что хочу вам показать, это набор лаков от Rimmel, который называется Super Gel. Это набор, который якобы имитирует гелевое покрытие. То есть, здесь он состоит из двух частей. Первое – это лак, и вторая часть – это топовое покрытие. У меня это оттенок конкретно 043 Winnes. Это такой самый, что ни на есть, классический красный оттенок. Очень дорого выглядит, и на упаковке они обещают, что лак будет держаться до 7 дней. Полностью согласна. У меня лак держится, обычный лак, очень плохо держится на ногтях. Но я уже как-то рассказывала эту печальную историю. У меня на гель-лаке, на именно настоящей гель-лаке, началась аллергия. Очень сильно чешется кутикула после нанесения гель-лака. И я решила искать замены какие-то, и вот решила попробовать вот это. Очень классная штука, реально держится 7 дней. Не могу сказать, что прям в идеальном состоянии. Конечно, немножко не то, что скалывается, а немножко вот кончики подтираются ногтей. Вот это то, что я заметила. И где-то день на пятый-шестой уже пропадает вот этот блеск. Верхнее покрытие немножко у меня как-то, знаете, царапается, и становится такое более неряшливое. Вот это вот его минус, можно сказать. Но в целом, очень классная штука. 7 дней отлично держится маникюр. Поэтому, если вам не нужен настоящий гель-лак, попробуйте вот эту систему. Я думаю, вы не ошибетесь. Я очень хочу себе еще взять какой-то нюдовый оттенок из этой серии. Также сегодня хочу вам рассказать достаточно много разных средств для губ. Меня как-то в последнее время немножко так, знаете, как тумблер переключился. И я глаза практически вообще перестала красить. То есть вот, ну, совсем легкий какой-то оттенок на глазах. Я думаю, кто посмотрит мои видео там, сколько, 5 лет назад, там, где я вся такая расфуфыренная, скажем так, и глаза у меня накрашены были очень сильно. Я каждый день ходила с вечерним макияжем. То сейчас как-то меня больше переключило вот так вот на губы. И много продуктов у меня в последнее время для губ появилось. Первое, о чем хочу рассказать, это культовый продукт уже на YouTube зарубежном. Это масло увлажняющее для губ от Милани. Называется оно Moisture Lock. Я конкретно взяла себе аромат кокос и... Кокос и миндаль, по-моему. Да, кокос и миндаль. Ой, запах, девочки, у него просто божественный. Да, вот действительно такой сладкий кокосовый запах с примесью миндаля. Что это вообще такое? Это, грубо говоря, выглядит оно как блеск для губ, только вот с таким вот офигенно большим аппликатором. Мне понравилось. Вот действительно такое вот ощущение маслянистая на губах, но не противная, не растекается. Хорошо увлажняет губы и мне очень понравилось. Стоит оно недорого. Как альтернатива каким-то типичным бальзамам, мне кажется, что очень классно. Дальше хочу вам рассказать сразу про 5 новых помад, которые у меня появились. И здесь 3 разных серии. Все помады от Rimmel. Давайте по порядку. Я уже делала пост в Instagram, там, где я рассказывала такое общее впечатление об этих помадах. Значит, первая серия, которая у меня есть, это вот такая вот с розовыми крышечками. Вот так вот она выглядит. И это полупрозрачные помады, то есть они дают такой легкий глянец с примесью оттенка. Если вам этот эффект нравится, то вполне можете себе взять, потому что они очень неплохие, хорошо лежат красиво на губах, создают такой вот эффект увлажнения и немножко глянца. У меня есть оттенки 0,0, нет, вру, 600, от Spin All Spring. Это классический такой персиковый оттенок. Очень мне, кстати, он понравился. Сейчас вот очень часто я его ношу на губах. Также у меня есть оттенок 210 Cherio. Это более такая как бы алая помада. Она на губах выглядит вот действительно с таким вот алым намеком. Тоже мне очень понравилось, очень классно. Единственный минус, который я в целом могу назвать о помадах Rimmel, они почему-то конкретно на мне горчат. Вот есть такой вот привкус, горчинки немножко от них. Я знаю, что у некоторых тоже это есть, у некоторых нет этого вообще абсолютно. То есть если вы с помадами Rimmel никогда этого не ощущали, с этими, да и вообще с любыми, которые я буду показывать, вы этого ощущать не будете. У меня такой немножко гадковатый привкус от них, поэтому я не могу их назвать прям совсем-совсем моими фаворитами, но они реально классные. Если вы с такими проблемами не сталкивались, то можете 100% покупать, вам они понравятся. Потом тоже покажу вам вот такую вот серию с фиолетовой крышечкой. Для меня это такая классическая кремовая помада. У меня оттенок здесь 130 Oxford Street Fuchsia. И это такой вот ярко-розовый оттенок, немножко с примесью фуксии. Ну, вот такой холодный, ярко-розовый оттенок. Мне лично он не идет. Я с такими помадами чувствую себя немножко некомфортно. Мне кажется, что это как-то перебор, да. Вот красную я еще вот такую, как сейчас могу сделать себе помаду. А с такими вот барби-розовыми, да, холодными розовыми яркими оттенками как-то я себя не так чувствую. Но если вам такие оттенки нравятся, то как бы почему бы и нет. И последняя серия, которую я вам покажу, это вот такие вот с черными крышечками. И у них не классическая пуля вот эта сама помады, а вот такая вот, как она, овальная, да. Вот это помады из увлажняющей серии, хотя я не знаю, чем они особо отличаются от предыдущих, потому что все эти помады очень хорошо увлажняют губы. Но, тем не менее, эти вообще, они такие, как масло, знаете, раскаленное. У меня оттенок есть 700 Nardy Nude. И это нюдовая помадка. Очень симпатичная, очень классная. Тоже несколько раз я ее носила у себя на губах. Мне тоже понравилось. И еще один такой просто огонь есть у меня. 510-я это Best of the Best. И это самое, что ни на есть. Классическая красная помада. Очень плотным цветом она ложится. Вот сейчас вот, чтобы вы мне поверили, да. Pale. И вот посмотрите, насколько вообще просто безумно такой вот сразу насыщенный оттенок. Вот эта помада, это то, что может сделать именно такой вот выразительный образ на ваших губах. И этот образ, конечно же, лучше дополнять какими-то карандашами для губ, потому что самой помадой очень трудно контур вывести. И для этих целей подходит тоже от Rimmel карандаш. Оттенок у него 24 Red Diva. Карандаш тоже очень классный. У него текстура такая тоже кремовая, но в то же время, видите, как подходят эти два оттенка между собой. Я вот так вот между собой эти два оттенка и порвала. Сначала делала контур, потом именно использовала вот эту помаду. Сейчас она, это не та помада у меня на губах, хотя, наверное, надо было ту нанести. Но как-то я что-то не подумала. Я эти отложила, а губы накрасила другой помадой. Но, тем не менее, карандаш для губ тоже очень хороший, матовый, стойкий. Красиво рисует контур. Ну вот придраться мне, в принципе, нет чему. К чему я могу придраться? Так это к туши от Rimmel. Потому что туши у Rimmel, вот я тоже так поузнавала, среди своих знакомых, подружек, среди вот комментариев тоже. Туши Rimmel как-то не очень жалуют, я так смотрю. И неспроста, наверное. У меня появилась еще одна тушь от Rimmel, которая называется Super Curler 24 часа. Короче говоря, это подкручивающая тушь. У нее щеточка вот такая вот изогнутая, да, и принцип ее заключается в том, что прокрашиваешь ресницы, и ресницы должны держать вот этот вот красивый изгиб. Ой, не знаю, у меня она создает, ну, слишком натуральный эффект. Мне все-таки нравится, знаете, вот такой вот более наляпистый эффект на ресницах. И я даже иногда получаю комментарии, что зачем мне так сильно крашу ресницы, что более натуральный эффект был бы красивее. Вот если вам нравится более натуральный эффект, вот покупайте туши Rimmel, потому что они вам 100% понравятся. Но если вам нравится эффект накладных ресниц, то это вообще не ваш вариант, поэтому на Rimmel лучше не смотрите. Те же туши L'Oreal, те же туши Maybelline. Вот Maybelline могут создать вот такой вот вау эффект на ресницах. Еще тоже у меня появилась одна штука. Я, наверное, последняя вообще на этой планете, кто из блогеров будет о ней рассказывать, это сухой шампунь Batiste. Я уже давным-давно хотела на самом деле попробовать сухой шампунь, но пока я не постриглась, вот не сделала короткие волосы, у меня как-то не было желания его покупать, потому что я не особо представляла, что с ним делать. Я не люблю использовать сухие шампуни как замена мытью волос, но я очень хотела попробовать сухой шампунь как текстурирующий спрей, скажем так. И мне вот этот шампунь очень понравился. У меня конкретно это серия Tropical, это кокос и какой-то экзотический там, в общем-то, ароматы. Очень вкусный тоже запах, вот как вот это масло, которое я вам показывала с кокосиком. Вот это тоже аналогичный аромат. Если вам нравятся такие тропические ароматы, берите, не пожалеете. Что могу сказать? Мою короткую стрижку, ну вот сейчас у меня свежепомытые волосы, и они более прилизанные, потому что я их не укладывала. Они у меня высохли, вот как смогли, так и высохли, грубо говоря. И когда я делаю укладку, вот на второй день, вот эта штука вообще обалденно просто работает, убирает любые какие-то намеки на жирный блеск, потому что сейчас лето, все-таки градусов 40 на улице бывает, и очень быстро волосы могут прийти в такой негодный вид, поэтому так чик-чик-чик тебе там попшикал, немножко вот так вот сделал, и это добавляет, ну не то чтобы объем, да, вот нельзя сказать, что это прям такой вот сильный объем, волосы все равно опадают. Но если была укладка за день до этого, вот эту укладку вот так вот просто можно оживить, и сделать так, что она будет очень круто выглядеть, как будто вы заново потратили время на укладку. Вот это именно у меня такой спаситель, у меня волосы жутко непослушные, и если я сегодня сделаю укладку, то завтра будет такое впечатление, что я ездила в кабриолете с откинутым верхом, не знаю, двое суток, и волосы просто вот так вот в паклю превратились. Вот это у меня случается после укладки, вот эта штука очень классно решает эту проблему. Единственный такой вот, ну не то чтобы недостаток, особенность, вы, наверное, об этом тоже знаете, они оставляют такой вот беловатый налет на волосах, но конкретно на моем цвете волос это выглядит очень круто. Очень такой вот холодный, пепельный становится цвет, вот если на корни нанести, это еще больше какого-то пепла добавляет моим волосам, и даже если я не сильно вычешу его, было такое, я не сильно его вычисла, пошла с друзьями гулять, и все комментировали, что волосы выглядят как-то по-особенному круто, что очень крутой цвет. Вы и так, в принципе, очень часто комментируете, что вам нравится мой цвет, огромное вам за это спасибо отдельное, но вот если у вас похожий цвет волос, то вот не стоит бояться вот этого налета, он как раз-таки очень круто будет смотреться вместе с вашим естественным цветом волос. Вот, в принципе, и все, на этом я буду видео заканчивать, надеюсь, оно вам понравилось, если так и было, конечно же, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!